Ютуберы это в первую очередь публичные персонажи. Жизнь топовых блогеров находится под микроскопом общественности и фактически каждое их действие так или иначе оценивается аудиторией. Однако у большинства, если не у всех контент-мейкеров, были в жизни моменты, которые они бы наверняка хотели оставить вне поля зрения своих даже самых преданных поклонников. Добро пожаловать на Телблог.нет! И сегодня у нас ТОП-10 мрачных тайн ютуберов! 10 место. Саша Шапик. Таня, вернись! Полгода назад весь ютуб наблюдался тем, как эксцентричный украинский блогер пытался по кусочкам собрать остатки своих отношений с девушкой по имени Таня. Сначала он почистил свой ВК от фоток с другими бабами, скрыл все видео с канала, в которых не было Тани, а потом вовсе записал этот сопливый ролик. Но не успели Шапика окрестить наследником Марианы Ро, как ютубер буквально через несколько минут удалил сентиментальный видосик с канала. По всей видимости, Санек испугался кучи хейтов в свой адрес, ведь А. Он изменял своей девушке сначала с Аней, а потом и с Олей. А мы будем обниматься посреди улиц. И Б. Блогер нередко доводил спотницу до, скажем так, весьма волнительного состояния. Честно, вот, ну, у меня прям, это, прям слезы наворачиваются на глаза. Не снимай меня, я не хочу, чтобы ты меня снимал, уйди. Че ты обиделась из-за того, что твоя подружка ушла? Так она ж конченая. Ты конченый человек. Подружка конченая была. Я ненавижу тебя. Ммм, наверняка подруги Татьяниной матери, когда ее дочь встречалась с Шапиком, задавали один и тот же вопрос. Зачем вашей дочери отец со скалкой в заднице? Все тонкости этой, как и всех остальных любовных историй, может рассказать только сам Саша. Однако факт остается фактом. История с Таней и тот плаксивый видос не являются приятными для него вещами. Девятое место. Мелина Чужова. Голос. Не секрет, что сегодня практически все треканы, как у ютуберов, так и на эстраде поддаются профессиональной обработке. Однако есть отдельные персонажи, которым так и хочется задать вопрос. Нафига ты вообще взялся за микрофон, если не можешь похвастаться никакими данными? Вот, например, Соболи. Вживую исполняют? Ну, весьма недурно. Джараха обладает не столько сильным голосом, но выезжает за счет своего артистизма и харизмы. Ну, а голос Емелины Чужовой полное представление даст вот этот отрывочек, слитый в интернет за месяц до выхода ее новой песни. Совсем не похоже на дорожку, наложенную поверх видеоряда с четырьмя миллионами просмотров, не правда ли? Мало того, у Елены Голосок далеко не певческий, так еще и текст песни весьма отвратительный с непонятным упоминанием блокады Ленинграда. Правда, Эльдар? Да, блядь. Охуенно. Господи, куда они все только лезут? Восьмое место Соболев. Дружба с Дружко. Все мы прекрасно помним тот момент, когда Сергей Дружко нагло и бесцеремонно вышвардал в мусорную корзину книгу самого Николая Соболева. Полезная информация. Казалось бы, война на просторах Ютуба неизбежна, но вместо жестоких баталий Колька просто пришел потрындеть на шоу к лысову гуманоиду и записал диск, который ты и дисом как таковым не назовешь. То, что ты до сих пор жив, не объяснимо, но факт, не объяснимо, но факт, не объяснимо, но факт. Очень странно, учитывая высокая ЧСВ любителя кирпичных стен, быть может Николая не стал бычиться потому, что лысый с ТНТ выкинул бестселлер чисто по приколу? Или он просто решил смилостивиться над человеком, который начал юзать вставочки Дружко одним из первых? А может дело не в этом и не в этом? Никакого конфликта между этими двумя и быть не могло, это просто очередной повод покайпиться друг на друге. Дело в том, что Николай Соболев рассказал Live News эксклюзивную информацию. Дружко давний друг его семьи. Дедушка Коли помогал будущему охотнику за привидениями устроиться в университет Бонч-Бруевича в Санкт-Петербурге. Более того, родители Сергея также хорошо дружили с семьей Соболева, а сами они родом из одного города, Уральска. Седьмое место Ларин в ККН. Та ситуация, когда ты интеллектуал, а тебя развел. Даже не нейробиолог, просто врач какой-то или кто-то. То, кто Ларин в этом шарит, слив свободный доступ к переписку с комиком, критиком и новатором. Некто Борис открыл просто целый шкаф со скелетом неудавшегося стендапера. Вся ютуб-общественность узнала, что Дмитрий Ларин принимает довольно сильные наркотики, а именно кокаин. Прямо этому доказательству недосмысленное сообщение Уткина. Язык не мей, через час, может через два. Как же долго, сука, ты меня морозишь уже, Словак. Он и со Словакии этот чайник. Да, да, да. Скоро будет, выхожу уже от них. Сколько до скайпа, я уже все приготовил для приема. На этом фоне его оправдания кажутся чем-то абсолютно неуклюжим и смешным. Не знаю, но даже если это разовое, ну... Какой наркоман разово принимает ККН? Я имею в виду кокаин, допустим. Ага, конечно, один раз не пидорас. Что-то из этого разряда, эх, Дима. Имел бы уже смелость честно признаться в том, что является частью твоей биографии. Шестое место. Бэт Комедиан и Катя Клэп. Это главная любовная тайна ютубщика, которой мы даже посвятили целый ролик. Помимо массы якобы случайных совпадений, которые касаются общего быта Жени и Кати, сам Бэт на интервью у Дудя недвусмысленно намекнул, ну, можно даже сказать, открытым текстом сказал, что он состоит в отношениях с первым скетчером русского ютуба. Почему два самых рок-н-ролльных, офигенных человека этого ютубного террариума скрывают, что они парень и девушка? Они скрывают? Вы только посмотрите, как Женек перешел в атаку встречными вопросами. То есть все вот эти твои журналистские... Если вы смотрите лекцию Дудя, журналистку, где он говорит, что вот пиздит, он в жизни так не поступает, так? Да, здесь и говорить ничего уже не нужно всем, и так все стало ясно. Пятое место Афоня. Постановки. Как однажды сказал Николай Соболев, слегка лицемерно обвинять в других постановках и разоблачать пранкеров, и при этом самому нанимать актрис. Действительно, получается нестыковочка, притом далеко не одна постановочная видоса из серии «Красавица» держалась до последнего, главное, на чем выезжает Андрей Афонин. О, мягко говоря, несовершенности Андрюхи снял большой и вразумительный видос Юрий Хованский. Миниатюрные элементы именно монтажа, когда он убирает неправдивые реакции, оставляет такое самое лучшее, самое живое. Немного другие аргументы, которые тоже подтверждают наигранность видосов Афоний, привел все тот же Николай Соболев. Это чистейшая постановка. Нормальные парни могут купить себе билет, не то, что, блядь, этот нищий брат, он даже билет не мог себе на билет накопить и... И вот это тоже чистейшая постановка. Это немало уровней. У меня просто всех друзей фан, и я хожу сам с ног. Да, после такого кажется, что приговор к пожизненным дизлайкам Андрюха выносил сам себе. Итак, верховный областной ютуб-астут, сука, выносит приговор к пожизненным дизлайкам. И вот, наконец, нашелся человек, который сможет проверить, постановочные ролики Афония снимает или нет. И хотя результаты не очевидны, но такое впечатление, что... Впервые позвал настоящую актрису. Короче, этот выпуск, походу, не фейк. Четвертое место. Ивангай и Марьяна Ро. Как думаете, могут ли подростки встречаться 3 года и обойтись без, скажем так, более детального познания друг друга? Особенно, если возраст парня стремительно близится к 20-ке. Вообще, это очень правильно, когда молодые люди умеют сдерживать свои животные инстинкты. Однако, Ивангай и Марьяна Ро чихать хотели на правильность. Пара устраивала совместные фотосессии в постели, как бы намекая на свои более чем близкие отношения. И это было в начале 2016 года, когда Марьяне без году неделя стукнуло 16 лет. Кажется, Рожкова имела все шансы опередить Шурыгину, а Ивангай в таком случае должен был пойти по стопам Сергея Семенова. Но все, слава богу, обошлось без пусть говорят. Как же круто всю тушнягу Юлик подметил, блин. Да ладно тебе, Марьяна. Ебать, даже свет выключился. Третье место. Саша Спилберг. Помощь отца. До недавнего времени феномен популярности Саши было объяснить весьма тяжело. Ну а выступление на летнем фестивале, куда стремительно ворвался ее батя, все расставило по своим местам. Дело в том, что отец Саши Спилберг, Александр Балковский, владеет агентством ЗИ, специализирующимся на продвижении и монетизации звезд интернета. Он, по сути, и является маховиком, который с 2015 года официально проталкивал свою дочь к высотам видеоблогинга. Наверняка эта тема не очень приятна, Саш. Ведь нет ни одного тупого блогера, деятельность которого на протяжении всего времени курируется другим человеком. Разве что... Карина Стримерша? Иди нахуй, сука, довали, блядь! Ну а Шевцов сказал все верно и по сути. Саша Спилберг это без единого сомнения бизнес-проект, который приносит сумасшедшие просто деньги. Второе место. Юрий Хованский, котенок. Никто бы и не узнал об этой досадной ситуации, если бы не длинный язык Дмитрия Ларина. На батле он рассказал, как сильно его оппонент в детстве любил маленьких пушистых комочков. Человек, который за 50 рублей задушил котенка, он просто не мог не стать моим оппонентом. Здесь нужно отметить, что неприятная история с котенком действительно имела место быть, но Хованский его не душил, да и тогда он был весьма мелким писюком. Мы не оправдываем ужасный поступок Ховы, но Ларин преподнес это под таким соусом, как будто Сайрус Рэпа завалил пушистика чуть ли не позавчера, да еще и придушив его своими гносными пальчиками. Во-первых, я котенка не душил. Я его бросил об стену, так что он помер. И да, так уж получилось, что я за это получил 50 рублей, но я был пиздюком, который вообще ничего не соображает. Тем не менее, это все равно очень мрачная часть биографии запойного блогера Трейдера, и мы уверены, что Юра не обрадовался, когда история с котенком стала достоянием общественности. И первое место Алексей Навальный. Не удивляйтесь, ведь кандидат в президенты России в 2018-м это тоже блогеры, у него тоже есть скелеты в шкафу. Главный вопрос к Навальному касается его адвокатской практики, точнее, существования этой самой практики. Дело в том, что в сети даже есть материалы, утверждающие, что свою адвокатскую корочку наш герой получил незаконно. И можно сказать, что это все проделки Кремля, этих воров и жуликов, как любит говорить Алексей. Однако... При проверке его по базе данных судов, в которых вообще все юристы содержатся, то есть, вводишь фамилию, имя, отчество юриста, и можно выяснить, в каких судах он участвовал. Он не участвовал ни в одном судебном процессе. Сам Алексей тоже весьма и весьма неохотно отвечает на вопросы, касающиеся его адвокатского прошлого. В основном, дело об истребовании документов транснефти и руснефти, которые... Сейчас мы находимся на митинге в защиту честных выборов. Давайте сконцентрируемся на наших вопросах в защиту честных выборов. Так как же это так получается? Навальный не выиграл ни одного судебного дела, но при этом указал, что его доход в 12-м году составил 17,8 миллионов рублей, из которых 7,5 приходилось на заработок от адвокатской деятельности. Опять что-то не сходится. Фу на тебя, Алексей Навальный. Думайте сами и делайте выводы. Но на этот вот косячок мы все-таки указали. А какие мрачные тайны ютуберов знаешь лично ты? Пиши об этом в комментариях и подписывайся на канал, чтобы первым смотреть самые крутые видосики Телблог.нет. Ну и на паблик ВКонтакте подписывайся, ведь там мы регулярно проводим самые разные опросы для наших будущих топов. Субтитры сделал DimaTorzok